Пусть А и В взаимно простые целые числа. Н в 4 квадрате. Н делится на А плюс ВИ. Оказывается, наименьшим таким числом является не что иное, как А в квадрате плюс В в квадрате. Давайте это докажем. Во-первых, А в квадрате плюс В в квадрате, это, конечно, А плюс ВИ умножить на А минус ВИ. Так что, в одну сторону у нас все хорошо. В одну сторону все в порядке. Если взять А квадрат плюс В, в квадрат в качестве Н, то будет делиться. Теперь давайте в обратном. Отлезы на статус поделить. Смотрите, Н разделить на А плюс ВИ, это же Н умножить на А минус ВИ разделить на А квадрат плюс ВИ. Числитель и знаменатель умножить на А минус ВИ. Значит, это Н, А деленное на А квадрат плюс В квадрат минус Н, В разделить на А квадрат плюс ВИ умножить на Н. Чтобы это число было целым Гауссом, нужно, чтобы вот это было целым и это тоже было целым. То есть, нужно, чтобы числа Н, А и Н, В оба делились бы на сумму А в квадрате плюс В. Но заметьте, числа А и В взаимно просты. Поэтому, если Н, А и Н, В делятся на А в квадрат плюс В в квадрате, то на самом деле, просто Н должно делиться на А в квадрате плюс В в квадрате. Почему это, мне кажется, хотя и простое вычисление, но почему мне кажется, это полезно понимать? Ведь что такое все крантные числа А плюс ВИ? Очень просто. Это нужно взять отрезок А по горизонтали, отрезок В по вертикали. Вот оно число А плюс ВИ. И на этом отрезке построить решетку. То есть, нарисовать квадрат, и после этого этот самый квадрат и дать решетку. Так вот, смотрите, мы доказали сейчас, что попадет на ось абсцисс в точке этой решетки только в случае, когда мы отойдем до расстояния А в квадрате плюс В в квадрате. Давайте посмотрим, можно ли это было понять геометрически, а не так, как я здесь рассказал. Хотя, мне кажется, поделить, конечно, понятнее, чем рисовать какие-то там треугольники. Но с другой стороны, посмотрим, что у нас есть. То есть, у нас есть прямоугольный треугольник с сторонами А, В. И сколько-то раз этот отрезок отложен вот в таком направлении. И после этого, сколько-то раз ровно такой же отрезок отложен под 90 градусов. Так, отлично. И вот, смотрите, что у нас происходит. Вот здесь вот есть все время один и тот же треугольник. И после этого, вот если вот этот прибыл, посмотрите, он все время один и тот же. У нас возникает ровно такой же угол. Потому что здесь 90 градусов, а сумма двух разных углов, прямоугольного треугольника, как раз 90 градусов. Отлично. И здесь мы поднялись на... Каждый раз поднимались на Б. А как мы будем спускаться? Спускаться мы будем на А. Ну вот. Спускаться будем каждый раз на А. И должны оказаться на исходной высоте. Ну, вообще-то мне кажется, что все просто. Из-за того, что числа А и В взаимно простые, количество подъемов должно делиться на А. Потому что иначе мы вот эту величину, сколько-то раз бы, не смогли бы составить из отрезков длины А. Вот. Значит, количество вот таких вот треугольников должно делиться на А. А, значит, самое простое, это взять ровно А таких треугольников. Отлично. И мы при этом пройдем на расстояние А в квадрат. После этого мы уйдем вниз на Б треугольников. И каждый раз будем сдвигаться по горизонтали на Б. Ну, вот и все. Значит, вот этот отрезок, это у нас будет А в квадрате. А вот этот отрезок, это будет Б в квадрате. То есть, смотрите, рассуждение про целые гауссовые числа, это, по большому счету, просто вот рассуждение о прикладывании на прямоугольных треугольников. Но в волгебраическом виде это, конечно, проще, чем вот так вот рассуждать. Хотя и так, по-моему, справились. И так не сложно. Продолжение следует...